на обсуждение как влияет тесла на осцилляторе на низкочастотную нагрузку это у нас высокочастотная здесь собрана даже вторичка теслы первичка ее это дополнительные две катушки не работают пока это для других целей и излучатель значит простой драйвер подключаем вот пока что видно что он работает только по показаниям прибора вот здесь 7 вольт 007 ампер то есть осцилляция есть вот есть такой индикатор светодиодный когда подносишь его в поле он начинает светить это говорит о том что у нас есть поле при касании сильное это идет осцилляция в самом контуре соответственно в индукторе она тоже есть вот она то есть вот воздействие от этого поля на первичку или на исполнительную часть низкочастотной нагрузки посмотрим дальше второе что надо убедиться что у нас есть заземление которое работает эффективно работает запитываем нашу маму и вот наша наша нагрузка на горячем конце пускаем ее на землю вот у нас есть сечение освещение нам говорит о том что у нас есть контакт землей и когда такое свечение есть здесь тоже бьет током немножко в зависимости от напряжения естественно это земляной провод всю эта часть нас более-менее настроена так мы соберем теперь все вместе схема у нас упростилась до вот этой модели резонаторы граната граната сделали просто обмотку результирующая схема такая осциллятор на бифеляр трансформатор на бифеляр вот он трансформатор на бифеляр тесла и вообще излучатель на них запускаю вначале тесла повторяю здесь речь не мощности о принципе у нас есть подкрепление энергии в систему вот но но все-таки мощность будет потом пока речь в принципе идет то есть фактически у нас имеется наложение двух так называемый каплинг или муфта 2 осцилляции на одну нагрузочную лампу ну пока так на этом уровне спасибо за внимание